всем привет ребята и в этом выпуске хотел поговорить про холодное оружие вот а конкретно меч из боевого пропуска под названием меч полной луны да вот значит у нас с вами идет сейчас 19 сезон вот и по запчастям потихонечку собирается холодное оружие и тем игрокам которые дойдут до тридцать девятого этапа вот значит соберется оружие как бы типа собираешь такие вот запчасти и на тридцать девятом этапе кто дойдет получает вот это вот значит меч полной луны собирается в единое и каждый игрок становится счастливым обладателем данного холодного оружия вот я значит добрался уже до него да и решил конечно же его испытать посмотреть что это за такой вот за такой вот меч полной луны вот ребята значит ну давайте посмотрим его характеристики вот он у меня с прокачем на плюс 15 вот не хватило чуть-чуть честно говоря я не стал записывать до этот момент прокачивания но вам скажу у меня было 80 с небольшим улучшений и прокачал на плюс 15 вот чуть-чуть не хватило чтоб на плюс 16 сделать по урону максималка а скорострельность прибавит нам еще плюс 5 скорости атаки вот ну так в целом можно сказать по максималке да у нас с вами прокачанный вот урон такой у него достаточно неплохой урон неплохой скорость передвижения с ним минус 5 процентов но быстро вот и скорость атаки 135 у меня в данном случае а так будет 140 вот в общем то на его прокачку на плюс 16 приблизительно необходимо будет потратить 100 очков улучшения вот ребят ну значит у него вот это вот не знаю как ее все время назвать но где вот эти скрещенные патроны то есть ее потенциал ее рейтинг до этого меча ну или какого-то оружия тысяч 1600 вот давайте посмотрим на фоне остальных вот например тесак доктора у нас 1200 до вот это вот кость полюбившиеся многим игрокам 1600 ледоруб 1400 вот этот меч новинка меч полной луны тоже 1600 судя по ее топор вот 1500 судя по характеристикам этого меча да он где-то наравне наверное с дубиной вот этой с костью да и с топором вот что-то примерного на на этом уровне будет приблизительно как дубина как топор вот конечно же она выше чем вот это саблят всевозможные кастеты лопаты и ножи ну и как примерно ледоруб да вот приблизительно из этой вот категории конечно же у кого есть там топор самурайская катана вот это вот или же вот этот вот пожарный инструмент топор да вот конечно меч полной луны ну особо может быть не сыграет прям такой существенной роли но в вашей коллекции до хороший достаточно предмет позитивный потому что внешний вид очень красивые у нее необычный да как-то это так с креативом подошли разработчики так скажем какое-то разнообразие вносит ну в общем то принципе само как изделие да я выполнена ну на уровне вот осталось проследовать нам с вами в бой и в бою уже посмотреть затестить как все это дело будет происходить у нас с вами в бою вот ну поставим конечно же на броню разведчика да где дает нам плюс 50 процентов к урону холодным оружием вот и на нем попробуем затеститься затеститься посмотреть посмотреть да чё у нас будет происходить уже непосредственно так скажем в такой в полном контакте в полном сражении в бою да но я даже не знаю ребят ну давайте давайте попробуем командный что ли давайте командные в командном попробуем конечно может неудачная карта попадется какая-то вот там все-таки команды держат оборону и подобраться к противнику тяжело будет но нам повезло берлин в принципе такая динамичная карта здесь вполне вполне возможно будет нам побегать с этой катаны выхватывает так интересно с таким звуком прям осматривает и убивает словно ассасин действует бесшумный убийца но это конечно попытка шут пошутить а так в общем то в целом ну такой солидный жалко не пол не в полном экране он его смотрит а только вот он видите не влазит как следует вот ну давайте попробуем кому-нибудь подкрасться еще ну передвигается в принципе с ним неплохо в голову со второго удара рубит да неплохо ребят возможно даже получше будет топора может быть даже получше или ледоруба да будет ну по крайней мере уж точно не хуже вот я считаю что например для начинающего игрока который получит данный меч полной луны это будет просто ну шикарным вариантом потому что как правило у начинающих игроков нет холодного оружия но иногда весьма очень и очень нужно вот а его нету либо покупать его приходится за золото да или там кто-то за донат может быть даже берет а здесь вот такой вот так скажем такой некий подгон до от разработчиков честь китайского нового года я прям ну как бы считаю что очень хороший вариант холодного оружия вот потому что так как например я там бегал с ножом бегал с ножом очень длительное время помню мучился играл и пока там не приобрел уже какой-то за золото по моему топор или саблю ну поэтапно тоже шел как и многие приобретали вот а здесь вот так скажем ну не то чтобы на халяву конечно надо добраться до определенного этапа чтобы получить этот меч полной луны но в конце концов опять же вы играете в свое удовольствие до доходите до необходимого этапа боевого пропуска и получаете данное холодное оружие что прям вот идеальный вариант для начинающего игрока вот ну для стареньких игроков точнее уже кто не новичок вот для них тоже интересно вот я например играю как горится уже ну не так уж давно да но приличное время так сказать и вот мне по кайфу поиграть по кайфу поиграть с этим оружием ну и опять же будет очень хороший интересный вариант в вашей коллекции ну да так ощупывает его осматривает какой-то камень тут рубин или какой что это розовый камень какой у нас там малахит или чего не специалист в камнях вот и ручка отделана так синим цветом видимо какой-то тоже рукоять из какого-то благородного или драгоценного камня скорее всего ну вот кстати я не могу сказать что он прям несется быстро передвигается да с этим с этим мечом ну или просто мне так кажется конечно же да конечно вот это вот пошла тема прятаться в кустах и в дыму конечно на мой взгляд портит игру вот конечно же может быть это и было бы интересно да но не так вот прям в таком большом количестве задымили ставят на ручную стрельбу с ручной стрельбы стреляют сама игра теряет свой вот эту свою изюминку пострелять побегать потому что начинается вот это вот прятанье в дыму прятанье в кустах с переходом на ручную стрельбу ну в общем то в общем то теряется интерес к игре честно говоря прям когда слишком этого много вот да в любом случае когда всегда какой-нибудь перебор это не очень интересно становится вот ребят ну так по мечу вот меч вполне я считаю что хорошее холодное оружие вот она на уровне да на уровне очень хороший идеальный вариант для начинающего игрока и неплохой вариант в коллекции старенького игрока тоже вот тем более оружие неплохое ну и не прям не топ да конечно средничок с ним вполне можно побегать для души да там помахаться вот на холодном оружии да и там по выполнять какие-то контракты вот и в принципе оно забирает там с двух с трех ударов оно забирает вот поэтому такой вариант неплохой достаточно красивый креативный подход к делу вот как бы ну мне лично в принципе зашел да он понравился так и визуально и я бы конечно им некоторое время буду пользоваться вот и уже дальше буду смотреть менять его или не менять вот ну а мы продолжаем как всегда играть в нашу любимую игру вот ребят вам желаю хорошего настроения побольше вам хороших игр побольше вам побед ну а мы с вами прощаемся до следующего видео все всем пока 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 не